Добрый вечер. Я Татьяна. Это программа «День люди. События». Сегодня мы говорим о событиях 17 апреля. Ученый-авиаконструктор Игорь Сикарский, 1889-1972 годы, является автором первого в мире четырехмоторного самолета «Русский Витязь», первого в мире трансатлантического гидроплана и первого серийного вертолета. Еще в 1931 году он запатентовал проект машины, которая в своих принципиальных чертах мало чем отличалась от современных моделей вертолета. Два пропеллера – главный, горизонтальный, на крыше и вспомогательный, вертикальный, на хвосте. Его первый экспериментальный вертолет ВС-300, управляемый самим конструктором, поднялся в воздух в сентябре 1939 года. Также до 1939 года Сикарский создал около 15 типов самолетов. Вертолет ВС-300 представлял собой стальную трубу с открытой кабиной для пилота. Мощность аппарата составляла 65 лошадиных сил, он был оснащен двигателем «Лыча Минкереминой» передачей, которые вращали трехлопастный главный ротор. 17 апреля 1941 года авиаконструктор Игорь Сикарский продемонстрировал ошеломленной американской публике первый в мире вертолет-амфибию на поплавковом шасси. Это был модифицированный ВС-300. Вертолет совершил взлет с водой и приземлился на сушу. Продолжительность полета геликоптера на поплавках составила 1 час 35 минут, а скорость достигала 100 км в час. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.